Теперь сначала Сегодня мы пройдем технику внутреннего прокрашивания На столе у меня находятся все внутренние красители, которые я использую ежедневно в каждой работе своей Будь то молодые зубы, не молодые, старые, пожилые Либо я делаю одиночную коронку центрального зуба Дело в том, что наши коронки, наша керамика везде соприкасаются с десной в пришельчной части Поэтому мы обязаны сделать так называемую адаптацию пришельчной части к десне Поэтому мы должны использовать обязательно красный-оранжевый пигмент Также мы с помощью красок можем сделать более яркие зоны Либо мы можем нарисовать мумилоновую структуру и потом ее перекрыть любыми аполлицентными массами Такими как, если в Наритаке, это ЛТ0, ЛТ1, в Эмаксе это опалы или трансплантизальная масса На этапе сейчас молодого зуба это керамическое дентинное ведро, сделанное из Наритаки Которое будет потом наноситься, еще на нее будет сверху эмалевая часть Возможно, ЛТ0, ЛТ1 То есть в зависимости от какой массы, если ЛТ1, она более плотная Вы своей краской будете видеть как за вуалью То есть приглушен очень сильно Если мы берем какую-то прозрачную аполлицентную массу Такую, как, например, ЛТ0 в Наритаке, в Эмаксе Может быть, даже Аполлофик 1 и перекрыть всю коронку То все наши нарисованные структуры будут очень сильно выделяться Поэтому здесь нужно с краской быть очень аккуратно Потому что перекрасить можно легко И если вы перекроете прозрачной массой, вы все это увидите потом на уже готовом зубе Это не очень будет эстетично Поэтому с красками работаем очень нежно, аккуратно У нас есть специальная маска, которая называется Bright Delusion Я без нее ничего не делаю То есть это сбавитель красок У нас все краски очень интенсивные, особенно голубые, оранжевые, белые И без Bright Delusion работа очень сложная Она как раз делает эти краски менее насыщенными И с ними более легко работать Особенно в начальном этапе, когда вы только учитесь работать с красками Я очень советую брать десятую часть, брать Delusion И мешать с другими красителями И пробовать рисовать какие-то вещи на керамике Теперь мы попробуем сделать три зуба Один зуб будет молодой Мы его покрасим легко очень, нежненько, какими-то светлыми красками И потом будем потихонечку старить наш зуб То есть будем убирать рисовую часть механические И уже красить как средний зуб И потом на последнем этапе мы сделаем совсем старый зуб И попробуем его покрасить уже более так брутально С насыщенными цветами, оттенками С чего я начинаю? Я беру вот эту жидкость для внутренних красителей Только на ней можно работать с внутренними красками Потому что она позволяет нам видеть настоящий цвет красителей Плюс краски не растекаются по поверхности Она не дает им растекаться То есть они очень фиксированно наносятся на коронку Можно капнуть сюда Вот я беру такую кисточку, которой мне не жалко Она работает у меня только для того, чтобы я втирал в керамику Почему я работаю кисточкой, которой мне в принципе не жалко? Потому что после таких движений, когда вы затираете жидкость в керамику Кисточка очень быстро портится То есть она буквально как по наждачной бумажке ездит И очень быстро она начинает распушаться, истончаться и так далее Очень важно, чтобы наша поверхность была смочена Как скулупа яйца То есть практически, чтобы не было жидкости Я даже порой беру и делаю вот такую вот вещь То есть просто вытираю ее с лафеточкой То есть остаток само остается Легкая жидкость такая Шелковистость остается Вот на такой поверхности можно работать То есть чтобы у нас краски не растекаясь по поверхности Я работаю двумя кисточками по красителям Это Наритаки Размер S Это я больше работаю с такими более грубыми вещами И с более тонкими работаю вот такой кисточкой Это Смайлайн Вот это Смайлайн синтетика Обязательно все кисточки перед тем, как работать Я смачиваю жидкости и вытираю в салфетку Чтобы они были чистые То есть не в воде Ни в коем случае в воде Потому что воду, эта жидкость очень боится Она начинает сворачиваться Вот такой у нас дентинный ведро То есть тут всего три массы Дентин, эмаль и Теблу Все три массы, больше здесь ничего нет То есть очень легкое нанесение Буквально примитивное, я бы сказал Начинаю я всегда, если это живой зуб Просто я сделал на корне, чтобы мне было удобно выдержать Конечно, если вы зуб вытащите из полосерта Такого эффекта не будет Потому что такой эффект только создается при помощи десны Которые располагаются в пришеечной части Я использую краситель Вот этот краситель, эта смесь А+, Мамелон 2 и Самумпинг Вот эти-то краски я использую в пришеечной части Вот эта краска И краска должна быть гелеобразной Ни в коем случае она не должна плавать у вас в палитре То есть она должна быть такая Жесткая, довольно-таки плотная И я ее не наношу Как мокрым по мокрому А я ее втираю очень тонким слоем Просто именно втираю Таким образом утепляю пишеечную часть Она стала потеплее Если здесь будет что-то красненькое Тут, наверное, тяжело показать Может быть там не знаю То она будет снизу так состыковываться Вот Аппроксимальной поверхности я наношу краску СВ1-СВ2 Это, в принципе, одна из краска оранжевая Точнее, вот эта оранжевая, более оранжевая Это более красная То есть здесь тоже пигмент получается красный и оранжевый Но они более насыщенные И у них получается очень такой теплый медовый оттенок И в максимальных зонах я добавляю именно эту краску То есть такие вот довольно легкие оттенки И когда я меняю краски, то есть о кисточке хочу поменять красители какие-то Я обязательно макаю кисточку в жидкость и мою ее, вытираю в салфетку Перед тем, как взять другую уже краску Дальше, что здесь можно сделать Можно выделить мамилонную структуру Для этого я беру краску мамилон Допустим, мамилон-2 Вот так, мамилон-2 Белую и смешиваю один к одному Получается такой вот мягкий кремовый оттенок Добавляю туда немножко брайта, чтобы сделать этот оттенок чуть-чуть помягче Вот видите, как бы краска становится еле-еле-еле Еле-еле Еле-еле Такой тепленькой На черном фоне Желательно, конечно, чтобы краски вы разбавляли яркие, цветные краски Точнее, ну точнее, господи Яркие краски, такие как белые, такие как оранжевые На черном фоне Потому что их лучше видно на палитре А такие краски, как голубая, фиолетовая, коричневая, красная Ее лучше использовать на белом фоне, чтобы был контраст Вот получается, смотрите, у нас две краски Это разбавлено с брайтом, это в чистом виде Теперь я буду наносить мамилоны Можно наносить мамилоны, похлёстывая, скажем так, по керамике, таким ударами Такой получается хаутичный порядок Вот они останутся потеплее чуть-чуть И пусть они не какой-то имеют четкий контур Они имеют какие-то такие тоненькие, волосообразные Окончайникой режущему краю Которые встречаются очень часто в живых зубах И та краска, которая у нас не разбавлена брайтом Мы берем ее очень аккуратненько и совсем чуть-чуть И в самых-самых пиках можем просто усилить эффект мамилонов По кончикам То есть точечно выделить их Вот таким-то образом Вот таким образом Можно сделать какой-нибудь еще Сейчас возьму белую краску То есть немножко разнообразить нашу мамилонную структуру Чтобы она была не одного цвета Где-то яркая, где-то теплая Сегментируя, латеральное сегментирование То есть справа налево, чтобы они были абсолютно разнообразные Холодные, теплые, белые, желтые Ведь тем самым, когда я перекрыл эти мамилоновые пальчики краской У меня та самая голубая масса, которую я использовал, которая еле-еле была видна до красок Она сразу же выделяется сама Потому что возникает контраст То есть я делал очень опаковую краску По бокам и посередине Таким образом между ними эта опаловая масса голубая Она мгновенно начинает играть То есть она сразу выделяется За счет того, что появляется контрастная какая-то краска Если мы хотим выделить, допустим, аппроксимальные зоны Сделать их более опаловыми, более глубокими То также мы можем взять краску фиолетовую На белом фоне я ее положу И немножко брайта Даже чуть побольше могу добавить краски Б�� clinically Субтитры создал И так же можно даже выделить таким образом, что мы сейчас возьмем яркую краску и положим опять же в контрасте. Вот у нас получается усиливание голубого оттенка в эпоксимальных зонах. При желании можно и в этой области добавить глубины. Вот таким вот образом. Если мы хотим... Также, кстати говоря, можно сделать и халвый эффект, если у нас в полную длину уже сделан зуб. Мы можем смешать, опять же, мамилонную массу, вторую и белый цвет и сделать такое вот движение. Ровно парирующему краю создать халвый эффект. Если нам нужно осветлить, допустим, среднюю часть зуба, то мы берем белую красочку, белую краску, берем Bright, замешиваем, замешиваем где-то 10 к 1, потому что белая краска очень насыщена и Bright ее разбавляет довольно-таки... хороший ровный слой яркой зоны, то вот эта краска должна быть довольно жидкая. То есть уже не как гель, а очень жидкая должна быть. Я беру как керамику на кисточку и одним движением, желательно это сделать одним движением, я вот эту краску прислоняю к керамике, она переходит в поверхность керамики и пока она между кисточкой и нашей поверхностью керамической, я начинаю двигать ее вдоль поверхности. Вот таким вот образом. вот таким образом мы осветляем среднюю часть зуба. с одной стороны можно сделать утепление, опять же, массой CV1 и CV2, вот здесь, утеплить. да, есть такой еще фокус небольшой, если вы хотите создать резкую глубину цвета, такую прям прозрачность очень сильную, то я стараюсь и советую не красить ее с передней, как бы с внешней стороны, а красить ее с небной стороны. то есть мы можем взять краску, это будет очень грубо смотреться с небной стороны, но это не сколь важно, потому что небная сторона она закрыта. То есть я просто сюда кладу насыщенный такой синий цвет, прям капельку. Вот такой вот. И с этой стороны эта зуба становится прозрачной, чем она была. если я сейчас сниму, она уже не такая, видите, прозрачная. это что касается относительно молодых зубов, здесь можно играться очень долго, потому что маммелоны, может быть разная структура, сам рисунок. Сами маммелоны могут быть оранжевые, белые, янтарные, горящие, и белый поясочек делается на любом этапе, на любом уровне, но старайтесь суки сделать больше верхней третьей, так как логическим путем эта зона самая яркая у зуба. Так вот все очень просто. То есть минимум красок, максимум результат, тем более мы используем всего лишь три керамические массы в этом зубе. Все, я удаляю туда краску и делаю, сейчас буду составить механическим путем этот зуб и красть уже более возрастной зуб. Теперь нужно составить этот зуб, так как это дентинное ведро, я не думаю о текстуре зубов, так как дентинное ведро в принципе у молодых и старых зубов оно относительно одинаковое, оно плоское, то есть разница в морфологии в внешней и в рефлекции света зависит только от текстуры именно эмалевой, то есть на эмалевой поверхности. Дентинное ведро довольно плоское, ровненькое, поэтому я здесь буду удалять только режущую часть зуба, как бы абразию, то есть стирание режущего края у пациента. Таким образом стирается верхняя часть аполисенции, то есть то, что у нас голубое около маммелонов, этого уже не будет, так как в принципе пациент это буквально съел. И у нас будет оставаться средняя часть маммелонов и аполисенция по апоксимальным поверхностям чуть-чуть может быть разделение еще останется между маммелонами. зубы. 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 в поверхность. Но лучше добавить туда немножко Брайта и более ровно положить на поверхность. Сейчас добавляю с Брайтом. И обычно на зубах уже таких среднего возраста вот эти вот горизонтальные полосы существуют. Где-то менее насыщенные, где-то более насыщенные. Поэтому я сейчас буду немножко разделять среднюю часть зуба и пришеечную часть зуба. Сделаю более насыщенным. Таким образом, когда у меня здесь теплая пришеечная часть, середину я сделал более насыщенный. Между ними автоматически появляется более светлая часть зуба. Так как у нас цвет самой коронки Б2, Б2, шейку мы сделали потеплее, середину мы сделали где-то под А3, от света, может быть, А3,5. Соответственно, между ними все равно остается Б2. И он дает ощущение, что здесь зона более яркая. Также у нас вскрылся дентин в реверующей части, поэтому появляется вторичный дентин, который мягче, чем эмаль. Соответственно, возникает такая щель в реверующей части между эмалевыми пластинами. И этот дентин, он более мягкий, чем эмаль, и он впитывает в себя все пигменты кофе, сигареты, вино, то есть там, где есть какой-то пигмент, который может впитаться в мягкий дентин. И когда он пропитывается, как губка, спускается как бы вниз, то этот цвет отображается через минерализированную эмаль, которая становится более прозрачной. И мы видим такой янтарный, теплый оттенок в режущей части. Я его сделаю с помощью Мамелон 2. Мамелон 2. И опять же таки я беру Брайт. Забавляю Брайт. Если мне будет недостаточно пигмента, я могу добавить немножко краску в эту смесь. Я думаю, достаточно будет. И очень что красиво получается. Когда я крашу в этой области чем-то тепленьким, у меня халуэффект сам по себе начинает гореть, как лампочка. Потому что он забирает в себя вот этот цвет, который я нанес буквально только в середину. Появляется сразу халуэффект с теплым оттенком. Почему, допустим, халуэффект у нас бывает красноватый, оранжеватый? Все зависит от Мамелона. Потому что Мамелоны передают этот оттенок цвета на середину в режущего края. Точнее, на край на режущего края. И вся эта теплота передается на этот халуэффект. Опять же, можно точно немножко поменять. Где-то сделать более насыщенный, более оранжевый, где-то более яркий пигментик. Таким вот образом. Так у нас было где-то фиолетовое. А также можно добавить как раз халуэффект по максимальным зонам. Ой, не халуэффект, пардон. Также можно добавить голубой оттенок, аполлицентный, по максимальным зонам, если этого не хватает на керамике оттенка. И немножко делим в середину, разделим наши мамелонки чуть-чуть. Вот таким вот образом. Так. Возьмём фиолетовый ещё оттенок. Фиолетовый. И попробуем чистым фиолетом, без брайта, аккуратненько втереть эту краску в середину. Всё. 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 Продолжение следует... 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 С помощью красок А+, и ЦВ1, ЦВ2 мы сделали небольшое разделение, сделали более теплый оттенок в пришещей части, в середине, более холодной в резцовой части и более теплой опять же в режущей части. То есть рисовать можно много разных вещей, но нужно понимать, просто логическим путём доходить, почему в этой области такая должна быть краска, почему если у нас зуб уже съеденный и вскрылся дентин, значит мы должны понимать логическим путём, что в этой области может быть вторичный дентин, то есть более тёплый. Также в пришеечной части ближе там происходят десна, то есть поэтому мы десну пытаемся адаптировать к коронке и так далее. Вот таким-то образом выглядит зуб, ну можно сказать так, средних лет, может быть выше даже, чем средних лет, может быть годам 50. С аппроксимальной зоны всё то же самое, то есть если мы здесь брали вторичный дентин, то соответственно и в этой области мы также берём вторичный дентин. То есть вот этот вот вторичный дентин. То есть всё то же самое, чтобы у меня приходил свет полностью через коронку и через краситель с двух сторон. Вот таким вот образом будет у нас выглядеть этот зубик. Вытираем. И последний шаг, мы попробуем сделать зуб уже более пожилой, но скорее всего более пожилой зуб нам придётся сделать в несколько этапов, потому что много краски класть не рекомендуется и нам придётся сделать какие-то трещины. И чтобы сделать трещины, нужно закрепить всю краску, которая у нас нанесена на эту коронку. Иначе все наши красители смешаются. Поэтому сейчас я вытру эту краску немножко более со старый зуб. Мы его покрасим, сначала дадим ему оттенок, мы его запечём, зафиксируем. Я покажу, как выглядит краска после печки. Как она должна выглядеть, чтобы вы не боялись, когда у вас выходит краска из печки, она матовая. И у всех страх, что печка не дожгла, и температура неправильная, и керамика вообще какая-то вышла недопёкшаяся. Поэтому сделаем её в два этапа. Первый этап – это будет основной оттенок, а второй этап – мы сделаем какие-то более брутальные вещи. Может быть даже трещины, я покажу, как делается. Можно даже сделать три-четыре обжига. Здесь нет ограничений. Красина можно сколько угодно. Вытира. Вытира. Есть? Нажок, сейчас. Я всё оставлю. Спасибо. Я просто не выспался, наверное, поэтому. Так. Дальше я опять убираю реверующий край. Да, кончится вайна, и выспишь. А да. И в этом месте тоже. Вот, спокойно. вот мы чуть-чуть еще урезали зуб также мы сейчас его смочим чтобы увидеть как он выглядит то есть здесь практически не осталось у нас режущей части зуба в пришеечной части мы берем cv1 cv2 немножко коричневого пигмента в пришеечной части также мы наносим cv1 cv2 с помощью добавленного брауна то есть коричневый оттенок добавляем то здесь уже немножко сложнее потому что нам нужно из b2 сделать цвет уже более темный возможно с каким-то камушками кариесами то есть тут такой уже немножко хаутично идет разброс краски вот это уже в принципе не b2 уже потемнее еще возьмем немножко браун cv1 cv2 уже один к одному смешали делаем такую небольшую как будто нахлест грязи камушки небольшие нахлест грязи мне кажется стоит термин ввести в лексикон нахлест грязи да что христовая грязь на ряд открывал там написано нахлест грязи ты прям знал что делать какой смесь брать дальше дальше мы берем опять же нашу фиолетовую краску то на нас тут уже засухла все фиолетовая краска то есть можно пойти двумя путей либо мы берем фиолет но фиолетовый оттенок он довольно такой брутальный получится очень резкий то есть вот про фиолет фиолет либо мы берем краску ну должна быть елова она у меня там берем краску красную красную краску берем берем синюю и смешиваем получается такой трехмерный серый оттенок мы смешиваем три основных цвета красный синий и желтый расскажи пожалуйста почему они основные почему у меня эти цветы с помощью три основных цвета если мы будем смешивать мы можем получить разные оттенки допустим зеленые господи синий смешать с красным будет фиолетовый желтый синий получится зеленый и так далее то есть у нас может быть разная палитра цветов но синий получить или красный или желтый невозможно ни в смеси то есть нельзя смешать никакие краски чтобы получить красный синий или желтый это такие единицы которые только с помощью их можно добавить только с помощью этих красок можно добиться других оттенков базовый цветок базовый цветок базовый цветок смешивая которые можно добиться можно получить другие оттенки но их получить к сожалению невозможно поэтому они считаются базовыми вот весь эрющий край мы прокрашиваем эту серую краску как будто у нас получается такая серая эмаль желательно это делать таким образом чтобы у нас вот эта дентиновая часть была более яркой чем режущая часть потому что здесь получается склерозированный дентин как бы как саша хайл объяснял да от позиции терабекул дентиновых трубочек до примерно до 3 рисовой части коронки проникает всякие пигменты от еды и так далее да потому что трубочки смотрят ровно вверх и по ним проникает вот этот пигмент дальше трубочки меняет свое положение и в этом в этой области пигмент уже просто физически не может попасть в дентин поэтому есть такое четкое разделение между верхней частью дентинового ядра и средней и нижней частью и как правило если вы увидите пожилые ну то есть зубы пожилых людей пришеечная часть она очень яркая а режущая часть очень серая вот таким же образом поступаем здесь потом мы можем взять мамелон 2 мамелон 2 мамелон 2 и немножко коричневого помешать то есть получается где то 2 к 1 2 это мамелон 2 и одна часть это браун так как мы здесь уже все покрасили серой краской здесь уже очень сложно что-то положить задний ножик мы коронку переворачиваем и наносим вот этот цвет вот в оральной поверхности чтобы попробовать передать его с вестибулярной стороны вот таким вот образом видите он сразу начинает играть то есть за один обжиг можно в принципе сделать очень многое вот таким вот образом получается у нас сразу теплый вот такой там очень приятный оттенок и чтобы немножко разбавить вот эту серость и вот этот коричневый режущий край также можно слегка слегка сделать небольшие акценты вот такие вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Коронку у нас с двух сторон. С одной и с другой. В принципе, сейчас вот эту вот краску лучше запечь. Я покажу, как она выглядит после печки. И после этого я постараюсь добавить какие-то элементы к этому зубу. Просто в данный момент очень много краски сейчас на коронке. И чтобы еще добавлять, будет довольно проблематично, потому что наши краски просто могут смешаться. И это не очень удобно для работы. Поэтому сейчас я запеку, зафиксирую эти красители. С необытой стороны я особо не уделял свое внимание поверхности, поэтому она сейчас, в принципе, нас не очень интересует. Нас интересует больше вестибулярная поверхность. Продолжение следует... 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 Это моя самая любимая печка, это фирма печки Crown Design, вот тут лейбл, это именная печка, мне ее сделали в Израиле, очень я их просил, умолял, они говорят, мы тебе сделаем именную печку для твоей лаборатории, даже вот этот лейбл можно снять, видите, как удобно. Ну вот, я вот так долго клеил ровно, чтобы было. Программа номер 89 у меня на печке, это 720 градусов, это конечная температура 720 градусов, начальная температура 403 градуса, подъем 5 минут, ой, прошу прощения, сушка 5 минут, скорость подъема 50 градусов в минуту. Без вакуума, охлаждения, ставлю минуту, ну, можно и не ставить минуту, потому что, в принципе, температура небольшая, не сильно подогревается керамика. Это температура низкотемпературных красителей X3 на Ритаке. Цикл проходит за 13 минут 10 секунд. По сути. Да, такая вот коронка выходит после обжига внутренних красителей, то есть ощущение, что она не допеклась. На самом деле, это очень хороший обжиг, прошел сейчас. Она не обожглась, но она зафиксировалась на поверхности керамической реставрации. Чтобы увидеть реальный цвет, мы берем ту же самую жидкость, на которую заводили внутренние красители, и еще раз покрываем эту коронку этой жидкостью. И все краски сразу начинают показывать, как они будут выглядеть после обжига. Вот таким вот образом они будут выглядеть после обжига. То есть мы смочили, вот мы имеем вот такой вид у коронки. Дальше, если нам нужно усилить какой-то эффект, мы опять же можем где-то добавить фиолета, если это нужно. Сделать такую более брутальную прозрачность. Если там нужно нам. И добавить побольше пигмента в кишечную часть. Как бы я делал трещину? Я бы взял белую краску. Я бы взял белую краску. Добавил бы в нее мамелон 2. Один к одному. Замешал. Затем нанес бы. Аккуратненько. Сначала толстым слоем. То есть я просто намечаю, где у меня будут какие-то трещины. Они могут быть здесь, здесь. Просто коду краску, где потом буду истончать. Затем я буду с одной стороны их истончать. Но с добавлением обязательно фиолетовой красочки. Сейчас я возьму фиолетовую краску. То есть с одной стороны я должен обязательно сделать как бы тень. Получается такой 3D эффект. Посередине трещина самая тонкая должна быть. Поэтому я потихонечку ее истончаю. Просто убираю лишнюю краску. С одной стороны. С другой стороны. Также беру синюю красочку, фиолетовую точную. И оттеняю с одной стороны. Таким вот образом. Получается как будто трещина. То же самое такие маленькие трещинки, которые бывают посередине зуба. Можно оттенить аккуратненько. Раз. Буквально три движения. Тень я делаю обычно аппоксимальные трещины. То есть здесь я делал, в этом пространстве я делал тень ближе к медиальной поверхности. А здесь я буду делать тень ближе к дистальной поверхности. А здесь я делал тень ближе к дистанции. А здесь я делал тень ближе к дистанции. А здесь я делал тень ближе к дистанции. И повторим еще разочек с этой поверхностью эту красочку. Более насвещенную еще сделаю. Вот таким вот образом выглядит коронка. Можно также добавить какую-нибудь темную трещинку. Вот здесь вот, которая перейдет в белую. В нашу белую перейдет сюда. Вот здесь вот. Коричневую трещину лучше делать уже на поверхности, когда будет нанесена эмаль. Потому что на эмале я смогу сделать какую-то царапинку, либо турбины, либо фрезой. И в нее я проложил бы коричневый пигмент. Потому что коричневую краску изстанчить довольно-таки сложно. Чтобы она была очень тоненькая. То есть примерно вот так. Но это лучше делать опять же с помощью внешних красителей. И заложить его именно в трещину, которую создали механическим образом. И заложить его. красить можно бесконечно конечно главное перекрасить, то есть я показал что с помощью красок вот даже цвет такой как у корня B2 мы сделали молодой зуб, мы сделали среднего зуба и мы сделали вот такой вот даже по виду его сложно определить потому что у него очень глубокая прозрачная режущая часть более яркая пантиновая часть и краски, то есть на этом мы заканчиваем, я утираю а можно запечь, потом тогда я уже попробую это доработать вот это все что хотел показать с помощью красок, они называются не зря живые краски потому что они создают живую иллюзию цвета и вы можете как на холсте художник рисует, на белом холсте рисует любые оттенки, таким же образом можно рисовать с помощью красок на ярком дентине. Единственное правило, очень важное правило, что когда мы используем красители, наша яркость зуба падает, точнее керамические собрации падают, поэтому если ваша задача сделать цвет А3 и с какими-то эффектами, с пешечной частью, с помилонами, может быть какие-то зоны вы хотите сделать более насыщенными, более теплыми, здесь очень важно, чтобы вы взяли за фундаментальный дентин, уже это до А2 или А1, потому что эти дентины будут более яркие, и когда вы будете красить до цвета А3 с помощью этих красителей, вы сделаете все эффекты, которые вам необходимы, и вы останетесь в цвете А3, и вы останетесь в хорошей яркости, в принципе. Если же вы возьмете цвет А3 сразу и будете на нем делать какие-то эффекты, вы добавите насыщенность, вы добавите цвета красного, желтого, у вас упадет яркость, и из А3 вы автоматически перейдете в А4 или в А3,5, то есть вы не останетесь в А3, и поэтому это очень важно, с какой керамической массы вы начинаете. На этом все, специально для лайфхак, увидимся!